Да, так исторически сложилось, что мужчины всегда сильнее, в России любят борьбу, в России любят не только дзюдо, в России хороший спортсмен, это греко-римского стиля, вольного стиля, и всегда они в мировом топе находятся. Женская борьба, она немножко ниже уровня, но так как мы сейчас работаем вместе с мужской командой, у нас нет отдельной команды женской и мужской, мы тренируемся вместе, у нас общие цели, единый коллектив, и мы поддерживаем друг друга, и если сравнить женскую команду 10 лет назад и какая она есть сейчас, это увидит результат. И я думаю, к олимпийским играм у нас будет не только одна медаль женская, как было в прошлый раз, но как минимум 3-4. Я хочу стать чемпионкой мира. Да, я выигрывала Европу неоднократно, но для меня мал тот результат, которого я достигла. Что касается того, что я лидер команды, именно женской команды, это большая ответственность, на меня равняются. И я должна не только думать за себя, но думать за команду, поддерживать девочек и помогать им где-то. Потому что, когда я была маленькая, тренировалась, для меня были какие-то кумиры, на которых я равнялась. И даже какое-то слово поддержки или совет с их стороны меня могли мотивировать. И сейчас я должна также больше общаться с более молодыми соперниками и по команде помогать каждому спортсмену. Смотря, как борется Дарья, наблюдая ее прогресс в схватках, не только вчера. Вчера я смотрела и получала удовольствие от ее борьбы, она выигрывала. И вчера после схватки я ее поздравила, и она говорит, мне твое поздравление важно, важно твое мнение, потому что ты лидер. Быть похожей на тебя хочется, также добиваться высоких результатов. И это лишь один спортсмен-то выдало. У нас каждая девочка вчера могла быть с медалью. И многим не хватает иногда чуть-чуть. И когда Давыдова преодолела порог какой-то, она ей не везла, не везла, и там чуть-чуть не хватало. И вчера то, что она завоевала у нас в России медаль, это для меня гордость. И я ее поздравляю и желаю ей успехов на чемпионате Европы и на чемпионате мира. Для меня большая честь была постоять с главой стороны на ковре и не просто провести с ним тренировку. Он хотел поучаствовать в ней, и он провел полноценную тренировку. Не просто побросал, но удалось провести мне постоять с ним в паре и полноценно побороться. И я была удивлена в такой физической хорошей форме. Не просто там как-то поборолись на захватах, он проводил броски и достаточно выносливо. Это огромная поддержка для команды, заряд позитива и желания. И мы постараемся оправдать надежды, возложенные на нас. И основная задача – это Олимпийские игры, принести как можно больше медалей в стране. Редактор субтитров А.Семкин